Добрый вечер! И они здесь лишь с одной целью, не дать нашему главному герою выиграть и уйти отсюда с заработанными деньгами. Встречайте, Анна Финогенова! Анна, добрый вечер! Здрасте! Как вы себя чувствуете? Отлично! Готовы? Да, мы настроены на победу. На миллион? Как минимум. Что значит, как минимум? А больше нет. Ну, хотя бы. Хотя бы миллион? Да. Расскажите немного о себе, чем вы занимаетесь? Ну, в настоящее время я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, сижу со своим сыном, моему сыну 8 месяцев. Вот. И вы решили себя развлечь? Да, да, да. Сейчас с моим сыном находится папа, и он сказал, что как минимум без 500 тысяч, чтобы я домой не приходила. Первый. Серьезное пожелание. Серьезное. Кто пришел вас поддержать? Моя подруга. Подруга? Добрый вечер. Как зовут подруга? Юля. Юля, добрый вечер. Хочу вам объяснить правила. Они предельно просты, либо вы их, либо они вас. Да! И вам, и игрокам задаются одни и те же вопросы. С каждым выбавшим игроком у вас прибавляется количество денег. Чем больше вы выбьете игроков, тем больше у вас будет денег. Ну, а если, как вы настроились, выиграете миллион, вы уйдете отсюда победительницей. Я очень на это надеюсь. Правда, есть одно «но». Если вы отвечаете неправильно, вы уходите отсюда ни с чем, а ваши деньги достаются оставшимся в игре игрокам, которые их делят между собой. Да! Все понятно. Вы готовы? Да. Вы готовы? Да! Мы начинаем играть. Один против ста. Перед началом я хочу напомнить, что вы не имеете права выйти из игры до того, как ответите на первые три вопроса. Итак, внимание, первый вопрос, стоимость которого тысяча рублей. Когда в Испании наступает время сиесты? А. До завтрака. Б. После обеда. В. После ужина. Отвечают игроки. Анна. Ну, вопрос, в принципе, мне кажется, несложный. Я думаю, что это все знают, что время сиесты – это после обеданое время. Отвечайте. Ответ В. Смотрим правильный ответ. Конечно, после обеда. Вопрос несложный, но может кто-то из игроков... А вот это сейчас мы и увидим. Нет. Никто не спит. Все заряжены на борьбу, и мы продолжаем играть один против ста. Стоимость следующего вопроса тоже тысяча рублей. Внимание, вопрос. Куда коллекционер поставит «Экслибрис»? А. На посуду. Б. На марку. В. На книгу. Отвечают игроки. Анна, рассуждайте вслух. Так, ну я вообще, конечно, больше склоняюсь к варианту В на книгу. Так. Потому что это точно не на посуду. Однозначно. На марку тоже, навряд ли. Итак, ваш ответ. Ответ В. На книгу. Нажимаем. Внимание, правильный ответ. Да, на книгу. Экслибрис, насколько я помню, это личное отвечать. Включает, да. Леймо какое-то, да? Кто этого не знал? Все знали. Такие умные, красивенькие мне попали. Идем дальше. И играем вновь один против ста. Стоимость следующего вопроса тысячи рублей. Внимание, вопрос. Сколько человек помогало детке вытягивать репку в одноименные сказки? А. Шестеро. Б. Четверо. В. Двое. Отвечают игроки. Анна. Так, сейчас вспомним сказку. У нас идет детка за репку. Но детку не считаем, насколько я понимаю. Правильно? Сколько человек помогало детке? Значит, детка у нас не считается. Бабка за детку. Внучка за бабку. Жучка за внучку. Еще там мышка, по-моему, была. Внимательно прочитайте вопрос. Сколько человек помогало детке вытягивать репку в одноименный сказок? Три. Детка, два. Жучка, ложка. Шестеро получается. Детка. Бабка за детку. Внучка за бабку. А, человек. У нас жучка. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, двое тогда. Теперь правильный ответ. Да. Ну, тебя просто волнует пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто не раскусил подвох из заложенного в этом вопросе? АПЛОДИСМЕНТЫ Ух ты! АПЛОДИСМЕНТЫ Анна, вы заработали первые 19 тысяч рублей. Я вас поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ Я с вами прощаюсь. Три вопроса позади. У вас все-таки уже есть какая-то сумма, поэтому я, в принципе, могу сказать. Анна, вы можете забрать эти 19 тысяч и уйти, но я знаю, что вас... АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, 19 тысяч – это несерьезно. Муж не бустит на порог. 19 тысяч – это несерьезно. Деньги или игра? Игра. Мы продолжаем играть. На этот раз один против 81. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание, вопрос. Стоимость которого – 2000 рублей. Кем по происхождению был Емельян Пугачев? А. Купцом. Б. Казаком. В. Крестьянином. Отвечают игроки. Итак, Анна, кем же был Пугачев? Ну, вообще, если смотреть на сам вопрос происхождения, я... Само слово, мне кажется, это не подразумевает профессию купец или крестьянин. Вот. Поэтому, исходя из этой логики, я думаю, что все-таки вопрос Б. Казаком. Вот. В ответ на вопрос. Б. Казаком. Смотрим правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Это правильный ответ. Кто из игроков оказался неправым? Опа. 15 человек ошиблись. И добавили вам... Отлично. ...30 тысяч рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ Я с вами прощаюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну вот, дело пошло. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы уже внимательно читаете вопросы. Это вам помогает. У вас 49 тысяч рублей. Против вас играют всего-то ничего, 66 человек. Играем дальше? Играем. Конечно, играем дальше. И на этот раз играем 1 против 66. Следующий вопрос стоимостью 2000 рублей. Внимание, вопрос. Какую дисциплину не нужно осваивать, чтобы стать чемпионом по современному пятиборью? А. Фехтование на шпагах. Б. Бег. В. Прыжки в длину. Отвечают игроки. Анна, как у вас со спортом обстоятельства? Я со спортом на вы вообще. Вообще-то говоря. А муж? И муж так же. И муж так же. То есть у вас не спортом. Мы любим только хоккей. Муж любит хоккей очень. Но вообще я склоняюсь, наверное, к варианту В. Но. Хотела... Давайте подкрепим подсказкой. Версию одного возьмем. Версию одного. Какой вам вариант показать? Вот как раз В. В. Да. Покажите нам всех игроков, которые ответили В. В. Прыжки в длину. Ну, в принципе, тут можно даже и не спрашивать дальше. Но все-таки давайте спросим на всякий случай. Кого вы выбираете? Ну, давайте номер 75. Номер 75. Добрый вечер. Добрый вечер. Почему вы выбрали вариант В. Прыжки в длину? А потому что это прыжки в длину. А почему это прыжки в длину? Так и будем с вами? А потому что это прыжки в длину. А потому что в Петербурге нет прыжков в длину. А что есть? Трельба, бег, плавание, конный спорт, фехтование. Ну, отвечаю. В. Прыжки в длину. Ваш ответ принят. Теперь смотрим правильный ответ. Да, это прыжки в длину. Это было большинство. Хотя вы взяли подсказку в версии одного, но, может быть, есть те, кто ошибся в своем выборе и ответил неправильно. Четыре игрока прыгнули в ширину. И принесли вам еще восемь тысяч рублей. Увы, я прощаюсь с вами. Для вас игра закончена. Анна, пятьдесят семь тысяч рублей. Осталось всего шестьдесят два игрока. Играем дальше? Играем. Играем дальше. И теперь играем один против шестидесяти двух. Стоимость следующего вопроса. Три тысячи рублей. Внимание, вопрос. Участники теряют юридическую самостоятельность, когда объединяются. А. В трест. Б. В синдикат. В. В картель. Отвечают игроки. Анна, кто вы по образованию? Вообще юрист. Вообще юрист. Да. Но. Но, к сожалению, вот я сейчас уже не помню, в какое именно объединение теряется именно юридическая самостоятельность. Ну, будьте. Так что мы возьмем, наверное, подсказку, я думаю. У вас остались подсказки версии двух и версии всех. Ну, не знаю, есть ли смысл сейчас брать версию всех. Потому что, судя по всему, судя тоже в замешательстве. Вот. Тогда давайте все-таки подсказку версии двух возьмем. Мы берем подсказку версии двух. Покажите нам двух игроков. Итак, у нас есть два игрока. Номер 31. Добрый вечер. Добрый вечер. Я, к сожалению, не знал точно варианта. И? Ответили? Ответил синдикат. Синдикат. Номер 43. Добрый вечер. Добрый вечер. У вас был вариант трест. Да, я выбрал вариант трест. Потому что синдикат – это чисто торговое соглашение. Там участники не теряют самостоятельность. Это я помню точно. Картель – это тоже. Это только по ценам они подравниваются. А вот трест – это юридически обязывающее объединение, более жесткое. И поэтому я выбрал вариант трест. О! Редко такое бывает, когда игрок выдает все карты и полностью отвечает. К сожалению, бывает и такое, что когда так уверенно говорят, но в итоге ошибаются. Но у меня нет выбора, поэтому придется рискнуть. Значит, вариант А – трест. Удачной ли будет операция трест, узнаем прямо сейчас. Внимание, правильный ответ. Это правильный ответ. Спасибо. Спасибо, номер 43. Вы были искренними. Мы уже знаем, как минимум один человек ответил неправильно. Кто же еще присоединился к нему? Хороший улов. Очень. 123 тысячи прибавились к тем, что у вас были до этого на счету. Всего у вас 180 тысяч рублей. Деньги или игра? Деньги. А как же полмиллиона? Ничего. Хватит. Надо вовремя остановиться. Ну что ж, мы уважаем ваше решение. Хотя до миллиона оставался всего 21 соперник. И одна подсказка. Ну, эта подсказка, я считаю, ничего не решает, по крайней мере, по опыту прошлых игр. Очень часто ошибаются сотни. Анна, я поздравляю вас с выигрышем. Спасибо. Надеюсь, муж вас не выгонит из дома. Я тоже надеюсь. Все-таки это не полмиллиона. Хотя вы могли бы дойти. Я вас поздравляю. Спасибо. До свидания. Это игра. И каждый игрок принимает в ней собственное, личное решение. Анна Пеногенова приняла решение забрать свои 180 тысяч рублей и уйти непобежденной. А мы ждем нашего нового главного героя. Это интеллектуальное шоу «Один против всех». В январе мы отмечаем День студента. Или, как его еще называют, Татьянин день. Сегодня наш главный герой – тот, кто готовит будущих студентов. Учитель математики Любовь Борейко. Встречайте. Добрый вечер. Здравствуйте. Настроена на игру. Игровое настроение. Любовь Николаевна, расскажите о вашей собственной деятельности. Где вы трудитесь? Я 33 года проработала в средней школе. 33 года? 33 года. Обалденно. Учитель математики. Вот здесь мои дети. Это ваша группа поддержки? Группа поддержки. Мои ученики. Любимые ученики, да? Любимые. Думаю, что еще и любящие. Кто-то из них уже студент. В этом году они закончили школу и поступили в высшее учебное заведение. Кто-то готовится ими стать. Любовь Николаевна, а какая ваша главная цель как учителя? Научить их любить познание. Научить любить учиться. Потому что сейчас сумма знаний так велика, что как в прокрустовую ложе, все равно ее не всунешь. А вот чтобы не было желания сжечь учебник после экзамена, я тогда буду рада своих учеников. Прекрасно. Давайте теперь я расскажу о правилах нашей игры. Они очень просты. И вам, и игрокам задаются одни и те же вопросы. С каждым выбывшим игроком у вас прибавляется количество денег на своеобразном счету. Чем больше вы игроков выбите, тем больше у вас будет денег. Ну а если вы дойдете до конца, вам достанется главный приз программы 1 миллион рублей. Есть, правда, одно «но». Если вы отвечаете неправильно, то вы уходите отсюда ни с чем. Они получают. И оставшиеся игроки, часть из них студенты, разделят ваши деньги между собой. Я их с радостью им подарю. Оставаться заранее я не рекомендую. Живем-увидим, еще не вечер. Я хочу представить ваших сегодняшних оппонентов. Среди них сегодня студенты Высшей школы экономики. Группа студентов Художественного института имени Сурикова. Номер 58. Добрый вечер. Какое у вас отделение? Факультет графики. Графики. Также против вас сегодня играют барышни с именем Татьяна. На то он и Татьяне в день. Среди 100 игроков также студенты МГУ. Номер 49. Добрый вечер. Здравствуйте. Какой у вас факультет? У меня факультет ИСА, Институт страны Азии и Африки. А специализация? Лично я гиброист. Я занимаюсь историей и изучением еврейской цивилизации. И еще я историк. Среди сотни группа студентов Университета путей сообщения. Вот они. Номер 14. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы чем станете заниматься после окончания вуза? Ну, я учусь на факультете промышленное и гражданское строительство. Буду инженер-архитектор. Похвально. Спасибо. Ну что ж, Любовь Николаевна, вы готовы? Готова. Вы готовы? Мы начинаем играть один против ста. Перед началом я вам хочу напомнить, что вы не имеете права выйти из игры до того, как вы ответите на первые три вопроса. Первый вопрос стоимостью тысячи рублей. Внимание, вопрос. В каком городе придется обосноваться, если учиться предстоит в Сорбонне? А в Берлине, Б в Париже, В в Мадриде. Отвечают игроки. Любовь Николаевна, игроки свой ответ дали. Теперь ваш черед. Я не буду пользоваться подсказкой, так как я абсолютно уверена, что это Париж. Париж. Отвечайте. Теперь правильный ответ. Из ваших учеников никто в Сорбонне теперь не учится? Пока нет, но надеюсь будут. Кто-нибудь среди ваших? Может быть. Может быть. Будущих студентов. Я очень на это надеюсь тоже, но может быть кто-нибудь неправильно дал ответ на этот вопрос. Не может быть. Среди ваших сегодняшних игроков. Есть такой. Номер 12. Добрый вечер. Здравствуйте. А у вас где Сорбонна? Мне стыдно, очень стыдно. В Мадриде? Нет. В Берлине. Какой кошмар. Студент Института Пути и Сообщения. Ничего. Покидает нашу игру. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. А у вас, Любовь Николаевна, первая тысяча рублей на счету. И мы идем дальше. И теперь играем один против девяносто девяти. Стоимость следующего вопроса тысячи рублей. Внимание, вопрос. Какую кислоту студент химфака будет изучать в разделе «Органическая химия»? А. Азотную. Б. Уксусную. В. Соляную. Отвечают игроки. Игроки свой ответ дали, Любовь Николаевна. Я когда учился в школе, для меня химия была темный лес. Она не была у меня темным лесом, но, к сожалению, был такой сюжет в моей жизни, что на выпускном экзамене в школе я по химии получила УД. Тройку. И только благодаря моему классному руководителю у меня оказался приличный аттестат, несмотря на такую отметку. И тем не менее, я считаю, что в разделе «Органическая химия» будет изучаться уксусная кислота. Отвечайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Все студенты вам аплодируют. АПЛОДИСМЕНТЫ Правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Уксусную. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы вам переправляем УД на ОТУ. АПЛОДИСМЕНТЫ Пять игроков ответили неправильно и покидают нашу игру, принося вам еще пять тысяч рублей. Для вас игра закончена. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А мы уже играем один против девяносто четырех. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий вопрос стоимостью тысячи рублей. Внимание, вопрос. В чей кабинет отправится студент, если его вызывает на ковер, глава университета? А. Ректора. Б. Проректора. В. Декана. Отвечают игроки. Игроки свои выборы сделали, но я уверен, что у них проблем не было, и я думаю, что и у вас тоже. Да. Несмотря на то, что вы преподаете в школе. Они телепатировали свой ответ. А вы какой институт заканчивали? Мою бытность, он назывался Московский государственный педагогический институт имени Ленина. В свое время этот институт вышел из Московского университета, из педагогического факультета. А. Теперь он тоже стал опять университетом. Сейчас все вообще бывшие институты стали университетом. Я не могу даже объяснить, где я учился. Потому что мой институт сейчас тоже академия. Какие-то университеты. Какие-то остались институты. Какие-то остались. Очень мало осталось прежних названий. Знаете, есть хорошая пословица. Назови хоть горшком, только в печени ставь. Главное, чтобы знания были, и специалисты были, и профессионалы были. А вот знания, как раз в том числе и ваши, мы проверяем. Итак, какой вы делаете выбор? А, ректора. Ректора. Теперь правильный ответ. Да, конечно, ректор. Я больше чем уверен, что у студентов никаких затруднений не возникло. Нет ошибок, не может быть. Дай бы, чтобы им там на кабине стоять. Давно был студентом, наверное. Вы покидаете нашу игру. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Три вопроса позади. У вас уже 7 тысяч рублей. И по правилам нашей игры я вам должен задать вопрос. Деньги или игра? Потому что после этого вопроса, ответят на первые три, вы можете взять эти 7 тысяч и приспокойно уйти отсюда. Но... Мне нравится ваша игра. АПЛОДИСМЕНТЫ Любовь Борейко выбирает игру. Это интеллектуальное шоу «Один против всех». Мы снова в игре. В борьбу за свой миллион рублей вступает Любовь Борейко. АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь мы играем «Один против девяносто трех». АПЛОДИСМЕНТЫ Стоимость следующего вопроса 2 тысячи рублей. Внимание, вопрос. Из какой поэмы Пушкина строчка «У лукоморья дуб зеленый»? А. Руслана Людмила. Б. Цыганы. В. Бахчисарайский фонтан. Отвечают игроки. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, Любовь Николаевна, несмотря на то, что вы преподаете математику, вопрос, конечно, куманитарный. Нет, дело в том, что мне вообще очень повезло в жизни с учителями. Просто я, наверное, в этом плане счастливый человек, так как и школьные учителя, и вузовские преподаватели, и потом мои наставники в моей профессиональной жизни, они все делали для того, чтобы я сама приобрела высокопрофессиональный уровень. И хотя я училась в физико-математическом классе, в 10-м классе учительница литературы послала меня на Олимпиаду по литературе. Это было странно, так как я уже готовилась поступать на матфак. Но, вы знаете, как-то было стыдно, учитель тебе доверил не пойти. Я заняла там второе место. Ну, то есть вы настолько разносторонние. Я не могу сказать, что разносторонние. К тому заданию, которое было на Олимпиаде, я подошла математически. Надо было сравнить два стихотворения. Сравнить это, сказать, чем они похожи, чем отличаются. Так как уйти с пустым листом было стыдно, я так и сказала, здесь столько струк, здесь столько. Это фет, это тютч. Я предлагаю вам математически подойти и к этому вопросу. Дело в том, что тут мне помогают уже мои внучки. Когда я им читаю, Пушкина, то это произведение одной из самых любимых детей. Это, конечно, Руслана Людмила. Отвечайте. Вам кричат «Браво». Какие у вас счастливые внучки. Вы им читаете Пушкина. Пушкина нельзя не читать. Внимание, правильный ответ. Вы выиграли эту маленькую литературную Олимпиаду. Теперь обратим свои взоры к игрокам. Кто из них не знал этого факта? Все знали? Конечно. Конечно. И мы продолжаем играть один против девяносто трех. Стоимость следующего вопроса. Две тысячи рублей. Внимание, вопрос. Какая фигура получается при вращении прямоугольника вокруг одной из его сторон? А. Цилиндр. Б. Шар. В. Конус. Отвечают игроки. Ну вот мы и добрались до вашей прямой специальности. Я думаю, что, собственно... Александр, я понимаю, мы празднуем день студента. И, наверное, по снисходительности к школьному учителю вы задаете такие вопросы. Но это, конечно, цилиндр. Отвечайте. Вопросы рассчитаны не только на вас, но и на знания ваших сегодняшних оппонентов. Я думаю, что наши студенты гораздо более серьезные вопросы могут решать по математике. Теперь правильный ответ. Цилиндр. Любовь Николаевна, многие вопросы, во-первых, у них меньше времени. И они тоже волнуются. А, они быстрее. Это раз. Во-вторых, все-таки, попадая в незнакомую себе среду, ни в аудиторию, ни в класс, многие ведут себя совершенно по-другому. Многие читают вопрос невнимательно. Бывает такое. Бывает. Многие стесняются. Многие тушуются перед большим количеством народа. Поэтому сейчас мы оценим знания, и не только знания, реакцию. И все остальные чувства ваших сегодняшних оппонентов. Вот видите? Ай-яй-яй. Восемь человек ответили неверно и принесли вам еще 16 тысяч рублей. Я с вами прощаюсь. Мы идем дальше. Теперь у вас 23 тысячи рублей. И мы играем один против 85. АПЛОДИСМЕНТЫ Стоимость следующего вопроса 3000 рублей. Внимание, вопрос. Как будет звучать выражение от А до Я, если использовать буквы греческого алфавита? А. От Альфы до Омеги. Б. От Гаммы до Дельты. В. От Альфы до Сигмы. Отвечают игроки. Любовь Николаевна, ваша очередь. Это тоже математический вопрос. Потому что на греческом алфавите часто в математике обозначаются углы. Альфа, бета, гамма. Так что тут я немножечко могу быть тоже уверена. Это ответ А. Да? Альфы до Омеги. Ваш ответ принят. Насколько я помню геометрию, по крайней мере, все буквы греческого алфавита не используются. Я имею в виду такого количества. Дело в том, что и латинский алфавит используется не полностью. Как правило, знают XYZ. Хотя есть и АБЦ, но альфа, бета, гамма – это традиционное обозначение для величин углов. Смотрим правильный ответ. Альфа, бета, гамма – это традиционное обозначение для величин углов. Это правильный ответ. Кто ошибся? Один человек. Я с вами прощаюсь. Любовь Николаевна, итого у вас 26 тысяч рублей. Все подсказки сохранены, а у вас их три. Роскошно играете. Мы продолжаем играть. Один против 84. Стоимость следующего вопроса. 4 тысячи рублей. Внимание, вопрос. Как сейчас называется страна, родина кошек сиамской породы? А. Индонезия. Б. Вьетнам. В. Таиланд. Отвечают игроки. Львовь Николаевна, вот теперь еще одна наука. География. География. Сиам – это было, если я не ошибаюсь, королевство. Вспоминаю замечательный фильм «Анный король». Да, я его, по-моему, недавно покажу. Да, Реслиич как раз шла, короли Сиама. Потом эту страну переименовывали. И то, что это не Индонезия, это 100%. Почему-то я ожидала увидеть здесь другое имя. Я выбираю версию всех. Версию всех. Да. Мы берем версию всех. Покажите нам самый популярный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Большинство считает, что это Таиланд. Теперь вы не нажимаете на кнопку, а мы просто смотрим правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, это Таиланд. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо студентам. Но, что было большинство, наверное, есть и меньшинство. Вопросы в общем-то... Наверное, да. Вот не очень уже простой вопрос. Не очень уже простой. Давайте узнаем, кто покидает игру. Три человека ответили неправильно. И принесли вам еще 12 тысяч рублей. Я с вами прощаюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ 38 тысяч у вас на счету. Осталось всего 81. И как против вас? Всего? Всего? Конечно. У вас еще две подсказки. Мы играем дальше? Играем. Конечно, играем дальше. И теперь мы играем один против 81. Стоимость следующего вопроса... 5 тысяч рублей. Внимание, вопрос. В какой век нужно перенестись на машине времени, чтобы попасть во времена правления киевского князя Игоря? А в 8 век, б в 10 век, в 10 век, в 13 век отвечают игроки. Теперь ваш черед отвечать. Киевский князь. Киевский князь и в 10 век. Князь Игоря. Князь Игоря. Ну, 13 век это уже не Киевская Русь. Если я что-то помню из истории. В 10 век это уже князь Владимир, крещение Руси в 10 веке. Я выбираю А, 8 век. Я ошиблась. Теперь правильный ответ. Десятый век. Студенты ликуют. Студенты ликуют, надо жить. Ну, а теперь мы для начала посмотрим, кто присоединился к вам. Кто присоединился ко мне. 17 игроков ответили неправильно и покидают нашу игру. Это подарок студентам. Кадню Татьяны. Пожалуйста. Любовь Николаевна, к сожалению, всего знать невозможно. Это известный факт. Ну, еще и самонадеятельность надо немножко, видимо, останавливать. Любовь Николаевна, спасибо вам за прекрасную игру. Ваши студенты вас в следующий раз поддержат, а может быть, выйдут играть вместо вас. Да, выйдут точно. Это была прекрасная игра. Спасибо. Мне очень жаль, что вы выходите, потому что мне было очень приятно с вами играть. Спасибо большое. Спасибо. 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 Это интеллектуальное шоу «Один против всех», и мы встречаем нашего нового главного героя. Встречайте, Михаил Прибытко. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте. Так, настроены на игру? Очень. Очень. Надеетесь выиграть? Конечно. Конечно. Конечно? А вы вообще везучий человек, нет? Да. В чем это вам так сильно подвезло? Я выигрывал в казино два раза автомобиль. Два раза? То есть у вас машина выходного дня, машина работа? Нет, просто это оба раза было отечественное автомобиль, и я брал деньгами выигрыш. Но это все равно очень серьезно. Да. Да. Очень серьезно. С кем вы сегодня пришли? Я сегодня пришел со своим братом. Зовут его Сергей. Сергей. Добрый вечер. Дорогие друзья, я вас попрошу об одном маленьком одолжении. У него сегодня, прямо сейчас день рождения. Вы не могли бы сказать уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу количество денег. Чем больше вы их выбите, тем больше у вас будет денег. Но если выбить их всех, то вы уйдете отсюда с миллионом рублей, подтвердив статус везунчика. Но если вы ошибетесь, вы уйдете отсюда ни с чем. Я понял. Я думаю, этого не произойдет в день рождения вашего брата. Я постараюсь. Вот. Если вы отвечаете неправильно, оставшиеся игроки делят ваши деньги форума. Они жадные какие-то. Конечно. Да вы не просто так сюда пришли. Ну, да. Вы готовы? Да, конечно. Вы готовы? Да. Мы начинаем играть. Один против статус. Я напомню, Михаил, что вы не имеете права уйти из игры, не ответив на первые три вопроса. И это меня очень пугает. Я надеюсь, это единственное, что... Да, да, да. Стоимость первого вопроса тысячи рублей. Внимание, вопрос. Каким двум пассажирам, согласно правилам международных авиаперевозок, нельзя находиться в одном ряду кресел? А. Мальчику и девочке. Б. Двум беременным женщинам. В. Кошки и собаки. Отвечают игроки. Михаил. Да. Готовы ответить? Я очень редко летаю на международных авиаперевозках, но мне кажется, что двум беременным женщинам нельзя быть вместе. По технике безопасности. Уверены? Ну, как-то кошки и собаки сразу нет. Отвечайте. Мальчику и девочке это нет. Отвечайте. Это вот сюда. Вы уверены, что вы знаете? Сейчас уже нет. Перед тем, как мы узнаем, правильно ли вы дали ответ, давайте посмотрим, кто из игроков ответил неверно. Я, кажется, понял. Я первый человек, который вылетел после первого вопроса. Погодите. Еще ничего не известно. Но сейчас мы вам покажем тех игроков, в которые ответили неправильно. И потенциально, кто вам может принести деньги? Неужели мальчику и девочке ответ? На первом же вопросе вы можете заработать 64 тысячи рублей, если вы ответили правильно. А теперь правильный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ужасно просто. Да, это действительно первый случай в нашей игре. Ну, хоть в чем-то я первый. Это приятно. Хоть в чем-то повезло, да? Супер. Ну, вы искали подвох там, где не надо, мне кажется. Потому что кошка с собакой никогда не жили вместе. Мирно. Я реально просто так удивлен. Ребят, ну я вас поздравляю. Спасибо. Заработали. Им нечего делить. Просто вот так, да? Первый ответ и минус. Ну, я очень удивлен за то, когда вы полетите в самолете, вы будете знать одно из главных правил. И сегодняшнюю игру запомните надолго. На очень, да. Спасибо. Спасибо за эту короткую игру. И быструю. И быструю. Благодарю. Блицклик не удался. Итог этой программы во всех отношениях 0-0. И игроки не заработали деньги, и наш главный герой. Ровно через неделю новый главный герой будет бороться за свой миллион рублей. Это интеллектуальное шоу «Один против всех». Я Александр Нуждин. До свидания.